Так, все, начинаем играть в рогалик, хватит шуток, никаких больше шуток, шутки запрещены под запретом, так, все, чат выключить, family friendly, dark stone, light seeker, новый рогалик, мы в него играли, офигенский рогалик, тут в деревне грибы появились, выросли, здесь роботы появились, это кто такой, зарядник, восстанавливает сниженную силу цели у союзников, он союзником, аааа, типа этих двух роботов вместе берешь, Они друг друга бафают, окей, а тут это что за покемон, гоблин алхимик, воспламенение, поджигает три цели, все противники, горение, начало хода, получает чистый урон, равный уровню горения, аааа, массовый урон огнем, прикольно, окей, погнали, новый забег, у нас открылось, типа новое возвышение, мы поменяем команду, мы берем абсолютно новую команду, будем, будем экспериментировать, Так, я явно хочу потестить этого гоблина, гоблин, добро пожаловать на вечеринку, три маны, аааа, вау, окей, ну это массовый урон, массовый огненный урон, то есть в теории пока гоблин жив, он уничтожит всех, у него 19 хп, у него очень много хп, я его поставлю в центр, кто еще? Если бы я был гоблином, кого бы я взял себе в команду? Ну мы можем взять штурмовика, который будет всех оглушать, но я не знаю, ааа, можно танка, просто щитовика, заступника, Опять пачка из двоих Ну, если мы берем гоблина У нас 100% бил на уничтожение вражеских существ Мы на героя не будем целиться Попробуем гоблин плюс щитовик Что большой гриб делает? Отравляет цель все противники на 2 А, большой гриб это массовый яд Окей Мы сейчас попробуем гоблина, а потом, если что, можно большого гриба попробовать Это билд на массовое отравление Штурмовик вешает массовое оглушение Что тоже может быть имеет смысл Массовое оглушение плюс массовое отравление Что насчет такой вечеринки? Это, наверное, какая-то глупая идея Попробуем Вдруг будет работать Попробуем, да? Скорее всего, это будет нерабочим, но Фулбит на скелеты? Привет, Гаррет Посмотрим Почему нельзя всех троих брать? Ты только можешь на 5 маны взять Испытание уровень 2 Ооо, это возвышение? Оооо Йооо, здесь возвышение есть Я не знал Здоровье противников увеличено плюс 5 Награда за прохождение этапа уменьшена Ооо, я даже не видел возвышений Хм, как интересно А, у всех врагов плюс 5 здоровья Звучит очень круто Окей Держите Держите чат ставки Погнали И Механизированный город Вулканическая гора Вот здесь нужно подумать Город даст нам механоидов Которых мы можем брать Вулканическая гора Там орки или гоблины живут Я не могу вспомнить То есть, когда мы выбираем город Нужно не только рассчитывать С кем мы будем драться Но и что мы получим Во-первых, мы получим шмотку Мы всегда получаем за прохождение Один артефакт Который можно одеть на персонажа Второе Мы получаем одного юнита Которого мы можем взять себе в команду Если мы сможем найти чувака Который восстанавливает аккумуляторы Штурмовику То это будет супер Поэтому пойдем Попробуем найти восстановителя аккумуляторов В городе для штурмовика И да, мы смехами Только с боссом дрались, да? И тут музло Самое лучшее в мире Йоу, саундтрек в этой игре? Кайф Некроморк Привет Ты вовремя Послушайте этот саундтрек Кайф Вообще кайф Окей Мы делаем так Первым посылаем штурмовика Он вешает массовое оглушение А они кто? Ааа, они тоже оглушение вешают Так что мы все будем оглушены, что ли? Ну знаешь что? По-моему мы здесь делаем 2 килла сейчас Штурмовик получит сильно по зубам, но Он оглушит всех на следующий ход Гоблин массовый урон Мои ребят не будут работать на следующий ход Но и его ребят не будут работать Плюс они горят Это изи Мы просто сейчас их уничтожили Все Им конец Хотя знаете что? Надо было только гоблина отправить, чтобы штурмовика не убили Но мы все равно выиграем этот бой Они горят Все, их нету Мы выигрываем Отлично Просто супер Награда Так, ты кто? Это разрядник И боец Боец Молния 5 чистый урон первому противнику Всем существам Уменьшая показатель урона С удалением цели Это цепная молния Так А это тоже молния Король бобро ДС Спасибо тебе огромное за подписку 8 месяцев подряд Король бобров Присутствует в нашем лесу 8 месяцев подряд Король бобров ДС Охраняет покой Белочек И мышек Которые проживают на территории Данного леса Спасибо тебе огромное За 8 месяцев ДС Спасибо тебе огромное Боброль коров Благодарю тебя И Знаешь, как это работает Победа для тебя Мы 100% побеждаем Молния Ага, я беру вот этого электрического бойца Они что-то какие-то похожи Радио Соединяется с любым существом Если выбран для битвы Ну, прикольная штука 4 голды 3 А что вот это 3 мы набрали? Что такое 3? Это что за валюта В правом нижнем углу? Я что-то не знаю Это о чем? Что я, видимо, не шарю в этой жизни Окей У меня есть 9 золота 9 золота Смотрим артефакты Железный щит Плюс 1 щит Получает железную защиту Защита не может быть снижена Неплохо Мы получили один артефакт Радио Я не скажу, что это Супер полезный сейчас артефакт Но Или не, знаешь что? Да И у меня есть еще один робот С молнией Робот идет сюда Есть ли артефакты На силу? Потому что сила Для массового урона Была бы супер хороша Нету Какие квесты? Квест Собрать 20 Плюс золота Ну это реально Здоровье существа 30 или больше Но я бы сказал сложно Победить без использования предметов Окей Это берем сразу Потому что в следующий бой Без предметов Так пойдем Захват в клещи Выбрать 5 существ Для одной битвы Тоже рановато Я мог бы ролить магазин И набирать чисто квесты Это анлоки Эта валюта переводится в анлоки Аааа 20 монет Тоже выглядит Как что-то Что мы можем пройти Но надо тогда Ничего сейчас не покупать 5 существ Давайте так Давайте роли Мы посмотрим еще квесты Или предметы Что тут Эффект Колючая кожа Наносит 2 урона Атакующим Крылья И банка Защитник получает горение Когда мои атаки Наносят урон Горение уже есть Двойное горение Может быть Хороший вопрос Одна защита Банка на защиту Но меня интересуют Сейчас квесты Соберите 10 плюс Существ С ценой 3 Какая жесть Победите Используя в команде Существ Со стоимостью 1 Ммм Победите Убив Вражеского героя С нашим билдом Не получится Используйте Обновление магазина 10 раз Получаешь За это 10 золота Я не знаю Давай купим Я роллю Еще раз И еще поищу квесты Выполните 5 плюс заданий Ну Раз мы набираемся Квестов Значит Сколько у меня сейчас есть 3 квеста Сразитесь Используя Менее чем 3 маны За 1 ход 1 раз что ли Надо так подраться То есть Или вообще Мне нужно Все время Так делать Я думаю Что можно Один раз Это использовать То есть Я могу Один раз Отправить В одиночку Второго парня Уууу Сила Плюс 1 Ааа С другой стороны Я очень хочу Силу Плюс 1 Купить Победите Уничтожить Всех существ Противника Ну вот это Выглядит Как супер легкий Квест Я очень хочу Молоток на силу Купить Для Гоблина Ну Это будет Забег на жадность Я сейчас наберусь Квестов Короче Соберите 20 плюс Предметов Слишком долго Окей Плюс я возьму Нам Используя Менее чем 3 маны За 1 ход И плюс Возьму Потом Выполнить 5 заданий Окей У меня 1 2 3 4 5 6 У меня 6 квестов Так Победить Без предметов Ну вот это Первое Что мы сделаем У меня и так Предметы Не экипированы Никакие Нам нужна Следующий бой Без предметов Потом Уничтожить Всех существ Противника И меньше 3 маны За 1 ход Йоу Вот эта система Квестов Мне очень нравится Это знаете Что напоминает Напоминает Blazing Пикс Если вы помните Тот рогалик Blazing Бикс Там где ты Усложняешь Сам себе Забег Подбирая Проклятые Артефакты Для того Чтобы потом Обменять их На хорошие Вещи Я очень Хорошо Это Помню И Вы знаете Если вы смотрите Что я Обожаю Такие Системы Где ты Усложняешь Себе И за это Получаешь Потом Награду Варлок Говорит Что у него Фемилии Фрингли В то же время Чат Который Полностью Заполнен Обсуждением Ставок Пока Варлок Не смотрит И вот Вам Для новогоднего Настроения Чат И зрителей С ютуба Аширисарии Казино Юмицуки Мяроу Ападору Ападору В наставках Это фейковые Ставки Ну как бы Для фана Не знаю Может у кого-то Конечно Разовьется Зависимость Но я Думаю Что наоборот Играя В Искусственные Ненастоящие Ставки Люди могут Понять Что Не надо делать Настоящие Ставки Грибов Они с горением Хороши Ну пошли На грибов Остров Опасный Я помню Ящерицы Очень опасные Потому что Ящерицы Снижают силу Снижение силы Для нас Слив Потому что У нас двое Чуваков Завязаны На силу Очень сильно Окей Первое Так Мы без предметов Деремся Это понятно Потом Я Хочу Обязательно Здесь Уничтожить Всех существ Но это само собой Мы по другому Выиграть не можем И Один раз в бой Послать Одного чувака Но я думаю Сделаем мы это Попозже Сначала Кто первый пойдет Можно гоблина первым Пожертвовать И получить 12 урона Эти все чуваки Будут яд накидывать Да Да По большому счету По большому счету Наверное первым Есть смысл отправить Все таки штурмовика Во первых Он штурмовик Поэтому его не жалко Имперский А Потом Гоблина Все А подожди Так у меня штурмовик умирает Если первый гоблин А второй штурмовик Да все живые Но у гоблина Очень мало Остается хп Супер мало Он наверное От яда Упадет Да Сколько на нем Будет яда На нем будет Четыре яда Так А если Штурмовик первый Гоблин второй Тогда штурмовику Звездец сразу Но гоблин Остается целый На гоблине Не будет яда Я думаю Стоит пожертвовать Здесь штурмовиком Меньше трех маны Но Меньше трех маны Мы используем Попозже Мне что-то Стремно Мне кажется Мы проиграем Ребят Если я сейчас Эмм То есть Я думал Мне один раз Нужно Да Потом Когда этих Грибов Останется поменьше Я отправлю Одного Либо Я отправлю Одного Этого Электричного Аккумулятора Сейчас мы их всех Подожигаем В общем план такой Мы их всех поджигаем Штурмовику Хана Но Из-за того Что мы их всех Подожгли Они начнут Получать много Урона Каждый ход Штурмовику Все Его забыли Штурмовика Больше нет Герой получит Чуть урона Но не важно Ядные герои Не действуют Грибы все сгорят Варлак Что сказали Гоблины Которые проходили Мимо кафешки Гоблины Купим поесть Гоу Блин мы Купим Поесть Спасибо большое Спасибо большое Кто-то когда-то Зачем-то За Донат В 32 Спасибо огромное За поддержку В 32 сердечка Окей Я что не понимаю Мы выиграем Или проиграем Почему Гриб Бьет Моего Гоблина 19 урон Что Внутри Что Что с моим Гоблином Менять местами Здоровье И силу Союзников Нет Кредит Ради них Взяла Кто-то Влез В долги Или того Хуже Он поменял Мы умерли Почему-то Гриб Бьет Нет Гриб Бьет Не раньше Все умерли Кто выиграет Если все умерли Почему мы Проиграли Мы тоже Его убили Эй Так нечестно Поврый дьявол Спасибо тебе Большое С Донат 32 Спасибо тебе Большое За поддержку Но Мое мнение Это было Не честно Ну Чисто Вот По-человечески Очень некрасиво С их стороны Ооо Господи Я не думаю Что это не Рабочая команда Я думаю Команда Хорошая Я думаю Что я Пожадничал Горение Срабатывает После конца Боя Ну Е-мое Мы Делаем То же самое Тот же бил Тот же забег Тот же план Э-мое Ну В этот раз я пойду В кровавое поле Со старта По-моему Это гоблины Это орки Орков что посох Который дает силу Но отбирает здоровье Не важно Первый бой Мы пройдем Я думаю Легко Супер легко Там у нас Спецобилка Вражеского героя Ой Я забыл Ставки сделать Да Там Нас на грибах Убила Обилка Вражеского героя Дело в том Что Ну Попробуй Одного гоблина В бой Отправлю Смотрите Так Гоблин Отправляется в бой Как он работает Ааа Гоблин вообще Физикой урона Не наносит И вот теперь Орк сгорит И вот теперь Мы выиграем Все Обилка Гриба Была В том Что он меняет Местами ХП И силу Противников Так что Надо будет В следующий раз Это учитывать Орк Варвар Первый противник Порез Три-два раза Порез Наносит Кровотечение Иронично Гриб Загнал тебя В гроб Гриб Загнал В гроб Грибы Они такие Только Хлебом Не корми Дай Кого-нибудь В гроб Загнать Спасибо большое Кто-то Когда-то Зачем-то Донат 32 Ну Гриб Мы должны были там Выиграть Легко Очень легко Окей Какие квесты берем Победим Тебе с потерей Союзников Изи Победить Убив Вражеского героя Это мы не сделаем Собрать 20 плюс Предметов Не сделаем 30 плюс Существ Тоже скорее всего Не сделаем Ааа Есть плюс Броня Зелье брони Есть Но Я опять же Наберусь Квестов Менее чем Три маны За один ход Я думаю Проходимо Вновление Магазина 10 раз Проходимо Выполнить 5 заданий Проходимо Еще раз Ролл И еще Два квеста Можно взять 20 золота Берем Биф Вражского героя Все Больше не берем Ничего Остальные квесты Нам не нужны Я могу Купить Голема Я не знаю Возможно Я опять Зря Набрался Этих Квестов Скорее Всего Зря Акула Это не Акула Это Яш Пирца Погнали И О Небесный дворец Мы должны уничтожить Поедем Для семьи Так Для семьи Вон Тогда Шутка Семейная Одна штука Мне на Новый год Подарят Как всегда Ничего Ладно Плохая Шутка Попробую Неумею Что Сказали Варлоку Грибы Прежде Чем Навалять Гриби От седого И да Спасибо Что Меня Лишили Моих 10к Монет Теперь Интезиция Работает Хуже Шутка Хорошая Монет Нет Спасибо тебе Большая Рактур За Донат 32 Сердечком Спасибо тебе Большое За поддержку Я Орка Забыл Выставить В бой Я Окей Знаете Что Мы Затащим Все равно Поджигание По моему Этих Ребят Контрит Очень Сильно Что Этот Чувак Делает Когда Здоровье Восстанавливается Увеличивает Силу На Божественную На Защиту Блин А может И не Затащим Но Они Дамага Вообще Не Наносят Что Мы Теряем Сейчас Один ХП Мы Теряем Они Очень Слабые У меня Герой Теряет 4 ХП Правда Да Затащим Затащим С моим Массовым Уроном Закидаем Этих Ангелочков Изи Теперь Все Все Горят Да Отлично А ты Что Делаешь Сдутый Так Я Все Не забываю Билки Вражеского Героя Смотреть Меняется Местами Окей Понятно За счет Сдувания Все Меняются Местами И непонятно Кому Прилетит Но Ладно В общем Все Равно Должно Сработать И Горение Будет Стакаться Горение Ну Как Я Чем Больше Стакается Тем Больше Урона Наносит Что Гоблин Сильно Получил Я бы Предпочел Чтобы Голем Получал Потому что У Голем Уже Силы Не Осталось И Он У меня Сейчас Перестанет Оглушение Навешивать А Теперь Они Все Оглушены Окей Теперь Получается Я бью Героя Гражеского Что Мне Не Особо Интересно Блин А почему На них Горение Не Висит Вот Что В общем Одна Из Основных Фишек Механик Этой Игры Одни Дебафы Заменяют Другие Дебафы Как И Бафы Заменяют Дебафы И Дебафы Заменяют Бафы Соответственно Если Противники Оглушены Они Не Могут Гореть Они Не Горят Джонни Они Не Горят Ну 103 урона Вражеском Герое Нанесем Этот Слив Чат Вы даже Писали Но Мы Не Можем Убить Наверное И Все Это Время Я Если Поджигал Я Не Оглушал А Они Хилятся Они Же Все Под Хилками Нам Не Хватит Урона Нет Господи Окей Это Плохая Команда То есть Если Ты Играешь Какой Нибудь Статус Эффект Можно Сразу Походить Если Ты Делаешь Какой Нибудь Статус Эффект То То Надо Играть Через Один Статус Эффект Нельзя Накладывать Два Окей Мы Меняем Эту Команду Ребят Идите Отдыхать Мы Попробуем Что-то Другое Есть Разные Типы Спама Есть Я Собака Ты Собака Есть Чрезвычайное Происшествие Также Есть Те Кто Заводит Жигуль Виви 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 Скорее Всего Есть И Другие Спамы Но Я Не Помню Так Почему Я Это Все Я Вывел Новый Вид Спама Так Что Послушайте И оцените По 10 Бальной Шкале Градуса Циркумфлекс Градуса Градуса Циркумфлекс Градуса Градуса Циркумфлекс Градуса Градуса Циркумфлекс Градуса 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 Циркумфлекс Градуса Циркумфлекс Градусы Спасибо Большое Добрый дьявол с донат в 48. Большое тебе спасибо за поддержку. Да? Циркумфлекс градус. Благодарю. Благодарю тебя за поддержку. Кровавый укус. Так, орк. Орк-вампир. Я убил на вампиров. Наносит 4 урона. Восстанавливает здоровье, равное нанесенному урону. Окей, мы делаем билд на вампиров. Так, где у меня вампиры еще есть? Больше вампиров нету, да? Но это не статус-эффект. То есть, можно вампира взять. Потом... Вампира и двух грибов, да? Грибы и вампиры. Насколько хорошая будет вечеринка. Окей, берем большого гриба, которое отравление на всех навешивает. Ай, колючий гриб наносит больше урона, когда... Окей, ну большой гриб это танк. Сколько большой гриб танк, он должен ставить по центру. То есть, большой гриб будет танк, он массовый от ядовитый урон накидывает, потом... Плюс танкует. Орк-вампир будет... Орк-вампир будет высасывать здоровье с врагов. И маленький гриб... Маленький гриб наносит двойной урон, когда противник под отрицательными эффектами. То есть, под ядом будет. Как-то так. Такой план. И основным дебафом здесь будет яд. Такой, в высоком случае, у меня план. Мы проиграли два раза. Причем так быстро. Что очень-очень неожиданно. Честно говоря, для меня было. Так-то я надеялся, что мы все-таки подольше продержимся. Живой лес, там древний. Темная пустыня, там эти... Темные чуваки такие эти... Путешественники, не знаю. Кто они? Типа цыгане. Здесь дают карты. Что Живой лес дает, я не помню. Погнали на древний. Пустыня опасна. Может быть, тогда был смысл ее сразу пройти, чтобы она в Лейте не попалась, да? Да, наверное, это было бы правильно. Потому что сейчас у меня патька, думаю, будет очень сильная. То есть гриб будет танковать, накидывать яд. Следующий идет вампир. И третьим идет гриб, и мы должны уничтожить все, что движется. То есть, я думаю, здесь у них шансов быть не должно. О, какие анимации кайфовые. Мне очень нравится анимация в этой игре. Прям очень нравится. Побили моего гриба, но грибу все равно. Он танк. У него есть хп. А, стоп, я чуть-чуть неправильный. А, за счет яда минус одно дерево. Я ничего не правильно делаю. У меня большого гриба, потом маленького гриба. Ой. А, что тут у нас происходит? Ой, как страшно. Так, вампир, потом маленький гриб. Окей, все выживают. Стоп. Маленький гриб должен бить сразу после... Да, мы выиграем здесь. Не важно, в каком порядке мы выиграем. Маленький гриб должен атаковать сразу после большого гриба, чтобы маленький гриб не бил героя. Потому что, когда маленький гриб бьет героя, он не наносит двойного урона. Маленький гриб, он типа ассасин. Он нужен, чтобы убивать существ. Что-то тихо. Героя бесполезно бить маленьким грибом. Это, да. Это я неправильно сделал. Энд прыгун. Наносит цели урон равной сумме моей силы и здоровья. Ого. Регенерация. Круто. А они оба так делают? Чем они отличаются? Один стрелок, второй милишник. А я еще не разобрался, нужны ли мне стрелки. Ну, стрелки типа атакуют первые, да? Я возьму энта прыгуна. Ветка в начале хода дает здоровье плюс один. Максимальное здоровье. В теории в теории мне нужно вешать на этого нового энта как раз ветку. Если я его буду использовать. Она типа ему хорошо подходит. И, возможно, я не буду набираться кучу квестов. С другой стороны, квест на собрать 10 золота я точно возьму. И квест на уничтожить всех существ я точно возьму. Окей, может быть, я буду набираться кучу квестов. Есть у нас что-то на яд? Есть защита плюс 2, здоровье минус 2. Да, кстати, можно навешать на большого на большого гриба. Хотя ему, наверное, урон тоже был. О, вот. Большому грибу посох дьявола. Сила плюс 1, здоровье минус 1. Яукр, казах-монгол, татар. Привет. А это кто такие? Музыканты? Круто. Можно зельку на дальний бой купить кому-то? Зелька на дальний бой отлично подойдет колючему грибу. Чтобы он шотал врагов, при этом сам не получая урона. А? Думаю, мы сделаем так. В этот раз я буду все-таки усиливать своих ребят. И да. Я куплю кровавый шлем. И навешу его на нашего энта. Вот теперь это будет хороший энт большой. Теперь у него 4 блока. Потому что ему минус 2 хп вообще никак не влияет. Окей. Все золото было потрачено успешно. Хотя у меня и квест собрать 10 золота. Ну, кому сейчас легко. Кровавое поле это орки. Второй этаж уже сложный. Особенно на возвышении. очень сложный оказался. Варлак, как можно увеличить запас маны? Я пока не видел способов. Я видел способы снизить стоимость существ. Предметы бывают. А вот запас маны нет. Не видел способа увеличить. Попробуем ящериц побить. Ящерицы снижают А нет. У них ледяной щит. Да, они силу снижают врагам. Окей. Как мы хотим это сделать? Но ящерицы мне нужно так, чтобы мой энд не получал урона. У них первая атакует вот ящерица, которая 2 урона наносит. Так что все нормально. Вторая наносит 3 урона. Сразу после энта я пошлю своего энта. Он ваншот повесит второй ящерицы. Стоп, а если первым энта с моего послать? 9 урона задней ящерицы. У них ящерица танк тоже есть. Наш танк лучше их танка. Потом можно вампира послать, но вампир не делает килл. вампира лучше всего послать против в теории против стрелков. Потому что стрелок наносит урон вампиру, вампир бьет в ответку или вампир не бьет в ответку, что я не понимаю. Вампир должен отхилиться. Не знаю, здесь будет ваншот. Если смогу рвать куш, потрачу все на костры. Примерно так на 100 штук для начала. инквизиция же. Что будет? Хорошо. Ах, ха-ха. Теперь грибы грибут всех. Но надолго ли они будут грибить всех? Спасибо большое, Рактур. Спасибо огромное за донат 32 сердечком. Спасибо большое. Костры и вообще замечательно. Так что, да, благодарю. Благодарю тебя за донат. И да, мы победим 100%. Блин, у нас у всех минус сила. Знаешь что, минус силы не будет никогда на грибе. Гриб рано или поздно убьет его. Можно только гриба отправлять, но не особо смысл имеет. Почему-то почему мой гриб ничего не делает в этом бою. Я не могу понять. От чего мой гриб складывается и ничего не делает? От шипов, что ли? Ну, какой-то урон же должен наносить. В общем, мы здесь выиграли гарантированно. Я просто не могу понять, почему мои юниты не наносят урон. Надо посмотреть на анимацию. Нет, три урона, все нормально. Этот что, динозавр, Годзилла кинул? Замораживает союзника, сила равна нуля, нулю в этом ходу. Ничего себе Какой динозавр Годзилла перед А этот ящер массовым уроном Понял Но мы все равно выиграли На нем 6 яда висит Яд его уничтожит Да и мы прошли квест на истребление Здесь Использовал ли кто-то окончание стрима Пока нет, ждем Когда уже чат? Когда у меня выходной будет? Я понял, у них ящер Типа как у меня гриб Но мы, мы выиграли Хороший, наконец-то, второй бой прошли впервые Квест пройден, отлично Так, и мне не нужен ящер с массовым уроном Потому что мы, я не хочу навешивать ледяную Стоп, ледяной удар, это не дебаф Да, ледяной удар, это не дебаф Вот в чем фишка Ледяной удар, это просто снижение силы Оно не будет Сто процентов Не будет Убирать яд По идее Может быть Окей, возможно взять Большого ящера с массовым уроном Неплохая идея Ну и что, давай попробуем Ледяной щит уменьшает урон на один для трех атак Кому это нужно, интересно Что мне вампир этот не нравится наш Есть апгрейд на плюс одну силу Заманчиво Очень заманчиво Апгрейд на плюс одну силу Пять золота стоит, у меня только шесть Блин но мы все за массу родным да то есть вот у меня 22 чувака с масс уроном какая проблема масс урона урон собственно урон . нет я кстати защиту дам грибу урон . нет просто они немного урона наносит они будут убивать за счет яд яд очень хорошо будет работать в этом плане почему мне такое ощущение что мне нужно купить здесь придут сельку на силу какие у меня есть квесты победите с меньшим количеством союзников чем врагов победить смысле последним последняя атака была с меньшим количеством мы можем вот этой пачкой отправлять она тогда мне нужно сразу идти в бой и убирать всех грибы ящер выглядят как отличная вечеринка то есть смотрите что я хочу сделать я возьму апгрейд на силу для гриба чтобы он всегда пробивал яд накладывал и я уберу всех вот этих ребят там ящеру щит а вот спам на цирк и флейты был не платить но я хочу такого рода для проверки вашего духа стаффорд шерсткий терьер рить а черношерстный резинш нау не хочет косой косить косой говорит коса коса 16 шли мышей и 6 нашли грошей а мыши что поплошь шумливо шарит гроши все шутки в одном донате а спасибо тебе огромное рак тур за донат 32 сердечком спасибо большое за поддержку благодаря тебя благодаря очень круто позитивно огромное троих может взять а врагов будет четверо а врагов будет четверо да нука 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 если врагов будет четверо то мне стоит кого нибудь еще взять процент гриба например дать ему вот эту штуку а квест я не купил да ой черт чуть не забыл сменит количеством союзников чем врагов окей все квест был куплен кровавое поле ядовитое поле яд против яда меня пугает процент потому что я чувствую что мой яд может проиграть или нет или мой яд выиграет кровавое поле это орки орки страшные очень стрёмные варлок важный вопрос как твое здоровье тебе лучше вроде немножко получше но как и все же не не делал паузу каждые пять минут вы знаете немножко получше а если не в этот выдрыхся до десяти утра да поэтому более-менее мы задебафаем их яд ящерам тоже правда знаете что я не уверен что мне нужны орки в команде погнали на грибов и действительно ящер снимет снимет силу с грибов и даст нам еще одного гриба что тоже правда так что делает гриб меняет местами здоровье и силу союзников вот что нас убьет если галлюцинатор фиганет эту штуку нам будет бесец почему наш герой ничего не умеет интересного враги значит все умеют окей так первым идет не ящер первым идет большой гриб потому что он затанкует половину всего урона то есть ящера пробьет только второй чувак короче два урона ящер получит яд но немного яда но у меня что все дамаг получают почему мой ящер разве не должен быть массовым уроном наносит два урона цели цель повреждена сила уменьшается на один ааа ну одного гриба два блока окей ящер должен идти вторым на нем будет шесть яда ящеру свиздец о господи их то они в ней еще один гриб Что-то нам сейчас, по-моему, будет больно Я проиграю, если на ящере 6 маны 6 яда Окей, альтернатива Если первый ящер, на нем 5 яда На грибе 3 яда Не намного лучше И минус сила не навешивается на гриб в конце Что если мне Что если мне отправить маленького грибочка Но у меня маленький грибочек в запасе остается, окей? Маленький грибочек может потом в конце добивать оставшихся Типа план такой Какой-то такой Если ящер первым Гриб вторым 3 яда По-моему, вот это я не знаю, что я могу сделать здесь нормального 5 яда, 3 яда Разница небольшая Все равно 6 яда Что бы я здесь ни делал, у меня у моих чуваков получается куча яда Я не знаю, как мне из этого вылезти Аааа, я так делаю килл Если я отправляю большой гриб, маленький гриб, я делаю килл Вот здесь Вот здесь Первого Спасибо, чат Спасибо Когда-нибудь я забуду микрофон выключить Ох, сколько вы интересного услышите Окей, по-моему, вот это самый эффективный способ Два яда на большом грибе, но килл и ящер остается без дебафов Битва грибов Сражение грибов тысячелетия Килл, отлично Наш герой потерял 4 хп, но ядные герои не действуют Окей, теперь он всех отправляет в бой Он будет свою обилку использовать? Если он обилку использует, блин, это смерть нам вообще полная Маленький гриб снова здесь делает килл, но умирает Стоит разменять маленького гриба На их грибомета Тройное отравление Стоп, как я делал, что у нас был килл? Маленький гриб первым Стоп, как я делал здесь килл? Вот так Да, я размениваю Маленький гриб на их грибах Наверное стоит Размениваю Как в шахматах, одного на двоих разменяли Вытру выдра ядра ядра кедра Вытру в тундру, ядра ведра Параллелограмм Параллелограмм Тринитрассенхрафазотрон Не надо выдру в тундру Она замерзнет Бедная выдра В тундру выдру отправили Ну что это такое Как можно Бедную выдрочку в тундру Она никого не трогала Рактур, спасибо тебе за донат 32 с сердечком Но ты верни, пожалуйста, выдру на место Где она была Ей в тундре делать нечего Спасибо тебе большое Свободу выдрам Окей, мы выигрываем здесь Победа Варлок, можешь сказать Какие завтра хочешь игры? Да примерно Ну Что-то такое же у нас, наверное, будет И я не знаю, какой первый слот Но мыши и DICE Dungeons Она прям стабильна в ближайшее время будут Я думала, что мы в этом бое огребаем Но кажется, у нас есть шансы Кто-то когда-то зачем-то Спасибо большое За донат 32 с сердечком Мы не огребаем Я бы сказал, что мы Гребем победы Лопатой Гребем победы Спасибо большое За донат 32 с сердечком Так, что у нас есть Грибомед Тройное отравление Оооо Цели первой противники Давитый удар 3 раза 3 урона И наносит 1 яд То есть он на 9 урона наносит Он 2 маны стоит Может нам надо маленьких каких-нибудь взять все-таки? Грибное жало Последнему противнику Наносит яд Окей Так, грибной зверь 6 урона и яд Это стрелок, это милишник Это грибомед тоже стрелок Писание большого гриба Ну вот он Большой гриб Как артиллерия Типа Грибомед выглядит самым сильным Я возьму его Но может быть мы набираем Слишком много ядовитых Чуваков И может быть мы набираем Слишком дорогих чуваков Что тоже немаловажно Не знаю Теперь можно спокойно добавить грибомед А квесты пройдены Остался квест собрать 10 золота А золото за квесты мне выдали-то? Надеюсь, что золото мне автоматически выдали Так Возвращаем всех бойцов на место Шмотка Ядовитый парфюм Когда используют навык Получают урон равный яду О, яд И еще Яд Дать второму массовому чуваку Окей, у нас фулл билд на массовый урон Теперь ящерица Тоже с ядом И гриб И ящерица На нем носят Массовый ядовитый урон Хо-хо-хо Что значит этого? Вот это будет В итоге наша будет массовая патька После того, как массовую патьку сольют Можно выпускать Точечный урон В виде, например Грибной артиллерии Гриба Вампиров Там древний Ну, короче Все подряд кидать туда Что делать, предметный яд? Атакующий в ближнем бою Получает яд Когда атакует меня А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а при этом Хотя может есть смысл дать Нет, грибу я хочу оставить за щиту Чтобы он танчил Кольцо за 7 О, кольцо змека Случайная мана Магическое кольцо Цена становится равна 1, 2 или 3 Это идеально для гриба, да? Он потеряет 2 блока Но если он будет стоить 1 Ох О, 2 защиты А там у меня 2 защиты 2 блока очень много зарешали в последних боях Я не уверен Насчет этого Благополучное возвращение Победить без потерь союзников Это рано или поздно пройдется, да? Так Тут есть квест сделать здоровье существа 30 У меня есть апгрейд на хп тут Если я сниму Это будет 26 здоровья 29 здоровья можем сделать Грибу Кольцо выглядит неплохо Но мы теряем 2 блока, я говорю Не очень выгодно Думаю, пока Пас Победите, не получая урона вашим героям То же, наверное, можно пройти У меня квест на обновление магазина есть? Нету Окей Тогда золото оставляем Потому что квест Получит 10 золота еще есть Купи ежевику Не У меня есть ежевика уже Так, и щит кому? Щит Держи ты Что-то вампир, которого с старта взяли Ничего у нас не делает Орк-вампир какой-то бесполезный остался Казался Ну что? Как-то так, да? Будем всех травить Хотя, может быть, я хочу Защиту дать ящерице А Грибу дать яд Раз он будет у нас всегда первым идти Ящерица с защитой не выигрывает бои То есть ящерица хороша для дебафов Но бои она не выигрывает Гриб выигрывает бои Я думаю, Гриб будет защита важнее Ремиксы Если да, то какие тебе нравятся А если нет, то чат тебя просветит Нет, не слушал Спасибо, добрый дьявол За донат 3-2 сердечка Без сердечка Все равно спасибо Благодарю На чат спасибо не нужно Благодарю Варлок, как мана работает? А Мана Просто Ты за ману разыгрываешь существа Как и в Флайс Пайре и так далее Этап 4 босс? В смысле босс? Здесь никогда раньше не было босса Что за дело? Что, идем на дно? Спускаемся на дно? На самое дно? Никогда раньше на 4 этапе не было босса? Это что-то новое Слушайте, игра меняется Кто такая? Русалка-принцесса Следит за мышкой 7 урона 59 хп Наносит урон Равный сумме моей силы И силы цели Первый противник Щит очищения Балкирует получение отрицательного эффекта Один раз Наносит урон Равный силы цели То есть против нее первым выгодно послать ящера Потому что ящера самый маленький урон Он меньше всего урона получит Снизить ей силу Нет, первым выгоднее послать гриба Потому что гриб Гриб танчит Еще получит больше урона Но задебафает ей силу Соответственно У меня еще квесты Не получаю урона героям Без потерь союзников И она все равно заблокирует первый дебаф Если она заблокирует первый дебаф Может мне есть смысл послать С тройным отравлением чувака Потому что он 3 раза яд будет накладывать Вот так вот Пачку всех поотправить Вампир получит много урона Но мы ей 30 хп сейчас снесем Первый ход со старта Смотрите Раз, два, три, четыре Минус 30 хп Вот это мне уже нравится Сразу ее Чтобы жизнь медом не казалась И вампир выживает Он просто получает урон И мы яд накидываем Погнали Погнали Вот это Команда Б Прямо по хвосту ее Прямо по хвост Фигак Да, половину хп боссу Свести за первый ход Наверное, неплохо Команда киллеров Утопание Погибает в следующем году Если не выгоден для битвы Мы, наверное, выберем его Для битвы Да Блин, мы ее можем убить Но я теряю уорка Из-за Фейлю квест Посмотрите на этот урон Что если Так, так Так Мало урона Блин, как мне не потерять орка Почему у меня орк столько урона получает? Зеркальная атака Она отражает урон Я не могу орка спасти никак Орку тонет на следующий ход Может на ней будет 5 яда Она умрет от яда? Не получается Орк-вампир умирает Потому что у нее сейчас зеркало идет Она Отражает урон То есть орк убивает сам себя В общем, квест непроходибельный Я попробую сделать вот так И Может быть орк не утонет Орка последним То же самое Орк умирает Хоть каким-то его не отправляй Потому что урон отражается в обратку В общем, вот так мы наносим больше всего урона Я никак не могу ее спасти Вообще никак А мы убьем ее Как бы буквально не пройдет все равно Пофиг Да, орк утонул Я на мертва Чат орк никак не выживал Понимаете? Она Отражает урон в обратку То есть орк бьет на 4 И получает 4 урона Он не мог выжить И у него при этом 3 хп А если он не атакует Он умеет Он не похилился бы Он сначала урон получает А потом подхиливается Но полученный урон Сразу 4 Поэтому Не отхиливался он Там же показывает Оно просчитывает все как монстр трейн Показывало, что орк в любом случае сливался Ну, мы в любом случае выиграли Какая разница Только один квест не пройден Все остальное пройдено Так О, какой мужик Посейдон Наносит урон Равный сумме силой и силой цели Первый противник Я, короче, набираю Самых дорогих юнитов Щит очищения Блокирует Получение отрицательного эффекта Так, ну теперь мне очень хочется Кольцо дать В частности Посейдону Он точечный урон наносит Но очень большой будет дрон у него И 23 хп Это жесть Супер дорогие патьки Будут, но Кому этот щит? Отрицательные эффекты Ну, пускай будет посейдону Так, что у меня еще есть? О, минус одна мана Минус одна стоимость Да, бутылка на снижение маны Это, вообще-то, надо брать Так, квесты Обновить магазин 10 раз Собрать 20 предметов Без использования предметов Бой Не знаю Мне точно нужно Плюс 10 Минус одна стоимость Это на кого? Посейдона можно с грибом Будет отправлять Выгоднее всего на гриба Потому что мы его чаще всего будем использовать Гриб прямо Прямо очень хорош Ого Изумрудный пояс Здоровье Х2 Стоимость Плюс 1 Х2 А? Что насчет Повесить Двойное здоровье На Энта Который наносит урон В зависимости от того Сколько у него хп Мм? Гриб тащит забег Я согласен Окей Снижение стоимости Даем грибу А Изумрудный пояс Я повешу на Энта Теперь у него 16 хп Он должен бить На 19 Хе-хе-хе Вау Он стоит Стоит 2 энергии В общем супердорогая колода Какая-то Ну теперь он 2 маны стоит Ну и что С доллара сколько наносит А? Крутой Вулканическая гора Или скалистый каньон Погнали Скалистый каньон У меня все еще нету этих Големов Ого сколько големов Так что он делает Наносит 3 урона Союзникам То есть просто масса урона Окей У них есть Мать-мама Големов Ему зло такое Стремное Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Ну кто первый пойдет? Ну мне кажется есть смысл Отпослать сразу Глема у них вся защита гриба то есть гриб идет вперед гриб это кайф сразу яд накидывает и у него 4 блока он все отлично танчит он один урона в общем получает потом второго гриба а это будет 10 яда н то можно и потом вампира вампира убивают бедный вампир вообще бесполезный как мне максимально эффективно ману использовать н то первым потом стоп н то первым о хонкил делает потом гриба а потом еще одного гриба но гриба это убивает мы делаем 2 кило то есть я бы это сделал на изи в обмен на 1 гриба мы одного меняем на двоих но мы провалим квест могут двоих отправить and grip это килл плюс яд урона мы практически не получаем по моему вот это наш ход и мы не посылаем слабеньких просто чтобы они жили я могу отправить пачку грибов так 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 опа ооо пачка грибов идет в бой результат по моему получился хуже чем был я не понимаю гриб 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 по точно так же делаем килл не знаю разница что здесь будет побольше яда знаете что по моему я пытаюсь перехитрить сам себя просто вот вот все все не надо изобретать велосипед килл яд все живые все хорошо просто да я я пачка грибов чуть не лучше было по моему больше урона получали броню маме будет сбивать большой гриб ай-яй-яй-яй-яй да я про маленьких големов не подумал все было не так радужно а плюс 3 массового урона класс мы сделали ким бы и яд яду бьет еще одну к еще kill м не нужен энд наносит урон первому противнику это здесь не нужно пера противника так умрет от яда вот всем минус силу еще теперь ящерицу сейчас задача стоит без потери союзников пройти потом гриб сверху опа вот она комбо большой гриб пробивает всю броню наносит накидывает я сверху потом большая ящерица минус сила всем понятное дело и дальше гриб ассасин тоже должен был kill сделать да он сделки герой правда получает урон ну а я так понимаю от маленьких детенышей големов никак не избавиться от них мы не можем их заблочить мы можем если кучу мелочи отправим что типа так 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 у них еще одна мама големов не до землетряс а массовый урон так 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 мы урона почти не получаем они много урона герой нашему низкой гриб не наносит урон накладывает ядра на силе вот почему с мама големов не снимается броня я насильно колемов призывает все понятно принято гриб сразу не дамажен и броню не снимает понятно знаете кто дамажит and прыгун дамажит вот кто дамажит это будет 2 кило и у нас никто не умирает гриба ассасина нет смысла отправлять все равно здесь два килограмма выиграть мы точно выиграем главное чтоб нет не получать урона купил а все равно мудряется заспавнить но в этот раз мне не было брони поэтому ее маленький колем был бесполезен все целые здесь просто kill и все хоп 16 урона 12 ну без разницы победа и квест еще один пройден должно быть золото отлично а думаю маму големов не буду брать у нас столько дорогих существ что я возьму возьму самого дешевого голема не надо сбор моего использовать или нет так зелья стрелка я вижу авокадо плюс 4 а простите фрукт жизни свет не авокадо это фрукт жизни плюс 4 хп дает почему ты не пропускаешь чего не пропускаю ходы золото за и дают за пропуск в чем смысл брать в смысле золото дают за пропуск какое золото за пропуск дают если награду скипаешь дают запропуск юнита дают награду о ну все теперь я никогда не буду брать бойцов от жадности мы будем вечно ходить с пачкой из двух чуваков зачем вы мне сказали этот чат ну вы даете энту 2 авокадо не сможем дать потому что у него уже шмотка одета сливать золото что за ресурс чат говорит это ресурс для анлоков ну типа кристаллы или что такое я понимаю чтобы по-русски написано чат чего сразу ругать русский мало ли чё там написано на сборе тоже написано там дрова гигантский энд распространяет урон равеной сумме моей силой здоровья между всеми персонажами о господи топот какая фигня здоровая стоп а если возьму этого гигантского н то и дам ему здоровье в два раза увеличенная от энта прогуна а потом дам ему меткость чтобы он первый атаковал а а а а а а я появился флан а да как перевести английский словосочетание комнаты машин машину бадук т.с. ушел валяться сумасшедшая какая-то ночь и смена была однако я о рейнмар уставший шут спасибо тебе огромное громадное тебе спасибо за доброе донат 48 спасибо тебе большое комната маши маш руб м МАШ РУМ спасибо тебе большое все за поддержку отличного тебе отдыха держись там я понимаю новый год близко и вообще какой-то дурдом кругом творится держись лет гусь с рублевки слава так спасибо чаю спасибо окей у энта массу рон мы ему даем точность бум теперь он атакует первый потом я роллю магазин защита ему не нужно ему хочу еще силу найти но не получится что она дорого стоит теперь квест богатея можно взять кстати что мы еще как по этого он 4 маны стоит мы его нужно поставить в центр он самый дорогой самый самый дорогой теперь его можно только с единицами использовать вот они единицы мы можем играть так 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 можем играть так 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 по моему не нужно посидона и ящерицу поменять местами я вижу что у меня еще два места есть бы нет смысла не кидать туда юнитов да то есть мы играем так 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 потом так так вот этот вампир как-то не к силу не городу но он просто трэш сам по себя по моей в моем плане это тенд наносит кучу урона у него топ от это я так понимаю как трампа из magic the gathering то есть он атакует одного и урон пересхать пересхать переходит на следующих вампир вообще бесполезно его можно справить на пенсию ищет у него надо забрать дать голему гриба за один на вампира поменять зачем да нет все нормально все вот вот так нормально вампир идет в ссылку горем тоже пока в ссылке все погнали еще квесты какие-то сделайте здоровье существа 30 или больше о это автопрохождение будет на это автопрохождение квеста выберите пять существ для одной битвы но не получится пропустите награды пять раз терчат сказал что можно пропускать там она не успеем уже до конца игры да там надо было раньше все перчатки сила плюс один защита плюс один стоп перчатки на плюс силу было бы в чем ссылку лучше в гулаг в гулаге а в ссылке пускай деревья пилят нет деревья не надо мы же сами деревья я забыл скелеты или пустыня ммм я думаю что скелетов этот тент должен порвать в клочья у скелетов немного хп насколько я помню что это за интересное но у них же самоубийцы есть нет нет они шотнут энта они не шотнут энта но энд не наносит 40 урона где 40 урона которые энд наносить должен не обещали 40 урона х а а все я понял он наносит 40 урона но он эти сорок урона поровну распределяет между противниками а герой получает 34 урона а а Упс Не герой здесь спасти Почему мой герой 42 урона получает? Извиняюсь, это нормально? Кто его так пробивает? Метатели черепов Эти тоже самое делают Самоубийца летит Капец И просто тупо дамажит, как миллион Атака грибов Блин, а я не уверен, что она поможет Все равно минус 17 хп героев Что не делай Минус 17 хп героев Но, наверное, это выгоднее всего Так, давайте попробуем другие варианты Голем Делает килл Посейдон Почти делает килл Нет, Посейдон Посейдон голем делает 2 килла Герой теряет 25 хп Если я ящерицу первой отправлю Минус относила всем врагам У кого мне отправить ящерицу? Посейдона Минус 22 Вот так Минус 15 Мы теряем энта Маленького энта Но герой получает меньше всего урона Если так, так, так Мы делаем Раз, два, три Три килла Теряем энта Теряем много хп на ящерице Ящерица Энд Гриб Капец Акула вперед Потом вампир Потом энд Тоже три килла Но нет массового яда Теряем и вампира И энта В общем, по-моему, вот это минимальная Проблема Здесь два килла Много яда И всего лишь 15 урона получает герой Так больше киллов Так три килла К чёрту энта и вампира Они нам не нужны Нам нужно уничтожить Снимать явно противников Потому что мы так умрём за пару ходов Жесть Я вообще такого не ожидал Скелеты в лейтгейме Это просто капец Так много урона Хотя бы ящерица чуть-чуть помогла Хотя бы немножко Блин, они ещё все реснулись Из-за того, что холода дорогая Я не могу много бойцов отправить Да иди ты в баню Смерть, блин Меня убивают Окей, энд Реши мои проблемы, пожалуйста Я всё равно получаю 6 урона Большой он делает здесь Все киллы Но герой получает 6 урона Есть способ не получить урона Ящерица Поселен Нет Вампир Ящерица Вампир Ящерица Всё блокирует Ящерица Вампир Мы жертвуем Вампира Но не получаем урона И делаем ещё 2 килла К чёрту Жертвуем Вампира Прости, вампир Ты был хорошим Солдатом Но Извини Смерть же Конечно Убивают Надеялся Может это Хорошие скелетики Которые Вот про которых Кто-то когда-то Зачем-то шутил Скелет самоубийства На одной стороне От своего хп Да Вот одна из проблем Так Так Всё равно Три урона Герой Я сегодня утром Сдолбался Вчерашнего стрима Вырезать Перерывы На На чихание Пока их отловишь Все Да жесть Сидишь Там постоянно Кто-то призывает Скелетов Некромант Поэтому урон По лицу Кто призывает Скелетов Кто из них Ааа Вот он Призывает Скелетов Слоты Союзников Которые погибли В этой битве Так Как его убить Он ходит вторым Так Так Мы его убиваем Но он всё равно Умудряется Призвать скелета О Скелет Привет Скелет В общем Два урона В лицо Гарантированы В любом случае Что ни делай Два урона В лицо Прилетает Или три Ну вот так Два Ящерица Нужна Второй Да В любом случае Это Получали мы урон Что Как мы Не изобретали Какой велосипед Мы всё равно Получали Два урона Любая комбинация Хоть ящерица Хоть не ящерица Мы выиграем Всё Энд Вот сейчас Энд всех убьёт О какой большой мужик Наконец-то На него посмотрю Он просто падает На них Но я понимаю Что Энд Энд не умеет Бить вражеского героя Вообще То есть Энд Чисто бьёт Чисто сам Существ бьёт Мы выиграли Минус половина хп героя Но мы выиграли Они за Мы ничего не могли сделать И дайте мне Скелета Ракетчика Я мог скипнуть Награду И получить Золотые Опять забыл Ну здесь Скипать нету Смысла Да Здесь ты просто Забираешь всё Фу Это было Конечно Да Так У нас сейчас Финальный бой Да Да Сейчас будет Финалка Окей Значит мы тратим Всё золото Эм Так Что есть хорошего Ну хп для энта Это как бы Понятно Та 3 хп для энта Будет 6 хп Я думаю что это То что нам нужно Дальше мы ролим И плюс 1 сила Плюс 1 силу Кому тут я хотел Силу повесить Ящерица Финальный босс Пора умирать Ну не думаем Что ещё есть Длинный лук Меняет цель На героя Противника Сила 1 2 Ух ты Вау Это можно сделать Ассасина Какого нибудь Юнита ассасина Дать это Энту Энт с луком Тупо за 2 хода Будет убивать Вражеского героя Если бы Живет Конечно Гигантский шприц Удваивает силу Защиту И здоровье В первой битве Стоп Гигантский шприц На первый ход Удвоение силы Ничего не даст Энту Какой у нас есть Персонаж Который Что-то может Интересное Сделать С двойной силой Защитой И здоровьем Маленькому Энту Да Потому что Маленький Энт И здоровье И Силу Для Атаки Ну Грибочек Не так Актуально Потому что Только на один Ход Действует Бомба С дабл уроном Римба Но Энт Будет Практически Как бомба Стоит ли это Или лучше Просто Плюс одну силу Кому-то Взять А Ну Да Слушайте Грипто Наносит Урон В зависимости От своей силы Да Энт Не будет 92 урона Наносить Шприцом Потому что Мы с него Тогда снимем Шмотку Которая Удваивает ХП Шесть яда Со старту Посох На грибах Сила Минус Один Здоровье Плюс Один Здоровье Плюс Один Сила Минус Один В начале Хода Гриб Мне нравится С защитой Как танк Я возьму Этот посох Все-таки И Квесты Не нужны Чего взять Ну вот эту Штуку И вот эту Штуку Мы тратим Все золото Окей Шприц Энту У него В первый ход Будет большой Бонус Дальше Банку С ядом Кому Банку С ядом Чем Кому Да Посох Дьявола Сила Плюс Один Здоровье Минус Один В начале Хода Нуэнд Потеряет Броню Не хочу Ему Броню Снимать Это Наверное Можно На Ящерицу Повесить И банка Не очень Нужна С ядом И Могилу Не знаю Орку Пускай будет Орк с могилой Скелет Подрывник Лучше Чем Ну Голема Мы использовать Не будем По большому счету Дай ему щит Будет скелет Со щитом Как то так Думаю Мы готовы Золото потрачено Пустыня Или вулканическая гора Ну вот мы Не хотели В пустыню ходить Это босс будет Даже не знаю Чего хуже В пустыне Очень страшно Там все такое Рандомное Пошли Кору Хотя Это по моему Эти орки Да А это Гоблины Еще Круче 101 хп Ой Это поджигание Так Поджигает Четыре цели Первый противник Сила Плюс один Когда используется Навык Плач сожжение Атакующий Получает горение Что здесь мы Энта на нее отправим 45 урона Второго Энта 66 уронов За первый ход Наверное не будем Изобретать велосипед Просто Прибьем ее Двумя Энтами Да Энт может ее бить Потому что она Герой мне считается Бабушка Прости Бабушка Гоблин Какая она Стремная Что там Никита Отверстия Лишние Грут Я их Грут Грут Ломать Бабку Она мертва Она просто мертва На второй ход Как-то Слишком легко Что-то боссы Тут Какие-то Не очень Бои По-моему Сложнее босса В таком Раскладе Оу Это что Все что мы Анлокнули Только что Тум Тум Все анлоки Ще Все анлоки Энты Идут На войну Ха-ха-ха Какая хорошая победа Какой Хороший Забег Кайф Просто кайф Слушайте Игрушка Оказалась Бомбезной Я теперь Не знаю Что делать Как мы Нашли Эту игру Как так Получилось Что мы Нашли Эту игрушку Блин Анлоки Всякие Собиратель Маны Что он Делает Получает Дополнительную Ману В конце Хода То есть Тут еще Тактики Какие-то Супер Интересные Это кто Прыгун Удваивает Силу Цели С союзников Жесть Кусь Квампир Делает Кусь В общем Игрушка Бомба Игрушка Просто Огонь В стиме Каждая Рецензия У игры Рассивит Фо Фри Ну Ясно В смысле Вы Предполагаете Что я Милиция Куплена Ну Я не знаю Насчет Стальной Милиции Но Я могу Сказать Что обычно Мы так Не делаем У нас У нас Милиция Обычно Не куплена Игрушка Очень Очень Хорошая У этой Игрушки Явные Проблемы С маркетингом Я не знаю Почему Они такое Странное Название Для нее Сделали Ну Darkstone Звучит Но Вот эта Приписка The Lightseeker Это просто Ужас Это просто Кошмар У нее Название Невыговариваемое Darkstone The Lightseeker И Если На нее В стиме Посмотреть Она Выглядит Ну По Скриншотам И по трейлеру Которые Они Сделали Ни черта Непонятно И Что за игра Про что Она Как она Работает Поэтому Я предполагаю Что ее Никто не купил Из-за того Что Она Не Выглядит А Не Выглядит Блин Хорошей Как ты На нее Смотришь Реально Я удивился Просто Когда мы Сыграли Здоровый Инд Помог нам Получить Хороший Инд Кто-то Когда-то Зачем-то Спасибо тебе Большое За Донат 32 С сердечком Слушайте Аэнд Вообще Имбовый Получился Но сколько Здесь В ней Есть Комбинации Разных Сколько Мы уже Посмотрели С одной стороны Да Типа Darkest Dungeon Но Во-первых Быстрые забеги Для меня Это огромный плюс Быстрые забеги Относительно Быстрые Во-вторых Множество Комбинаций Просто Что хочешь Ты комбинируешь Этих юнитов Они друг с другом Взаимодействуют Там юнит одного Убивают Тебе приходится В другом порядке Их направлять Плюс Сложность Есть Возвышение Короче Огонь Привет Игориус Привет В общем Добро пожаловать На стрим Такие игры Существуют Чтоб мы их находили По большому счету Поэтому мы и роемся В стиме И играем Не в самые популярные Игры И смотрим Игрушка Просто бомба Пряталась От нас От нас Не спрячешься Игра Куда Ты Можешь Спрятаться Никуда Не денешься Пристальный Пристальный Глаз Чата И стримера Следит За тобой Знает Каждый Твой шаг И каждое Твое Движение Мы все Против Про вас Знаем Игры И вы Не сможете Избежать Своей Судьбы Не Убежать От Своей Кармы Мы Мы Вас Настигнем И будем Вас Играть Где Вы Не Прятались Кайф Короче Игра Бомба А теперь У меня Опять Завал На стриме Как только Я умудряюсь Разобрать Завал В наших Расписаниях Как только У нас Освобождается Место Чтобы Что-нибудь Играть Новенькое Интересное Эксперименты Какие-то Проводить Еще Что-то Знаете Там Такое Что-то Необычное Делать Помните Я рассказывал Попробовать Какие-то Новые Форматы Еще Что-то Все Летит В трубу Потому что Рано или поздно Это заканчивается Тем Что мы Находим Какую-нибудь Хорошую Игру Типа Вот Как Это Дар Темного Камня И Все До Свидания